В израильском народе реализации мечты, и самой главной мечты, признаком того, что человек что-то сделал в своей жизни, являлось количество детей и богатства. И количество прожитых лет. Три вещи были очень важны в израильском народе. Сколько детей, какое у тебя богатство, и сколько лет ты прожил. Вообще идеал считается Моисей, который 40 лет учился, 40 лет молился и 40 лет работал. Да, ну как бы вот 120 лет. Учил других. И богатые, и дети у него, и свои, и духовные дети. И вот считался такой идеал. И считалось, что если человек вот такую жизнь прожил, то значит он имеет особое благословение от Бога. Вот так считалось в израильском народе. Но что об этом говорит Эклисиаст? Шестая глава с первого стиха. Есть зло, которое я видел под солнцем. И оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство, и имущество, и славу. И нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться всем этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы, и умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то сказал бы я, выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить, перед живущим? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. То есть практически все идеалы израильского народа о особом, так сказать, богословении... Детель, года, богатство. Игрия вообще сводит на нет. Полностью все сводит на нет. И вот смотрите, какой странный, даже выкидыш счастливее. Вот как бы это странно не казалось, такое казалось, ну что, Эд вообще не жил. То есть получается, действительно, мы живем, как Игрия говорит, ты не знаешь вообще. Мы знаем, будем мы с вами погребены или нет. Кому достанется наше богатство? Что с ним сделают наши дети? Может быть, наши дети это богатство спустят в казино. Вы представляете, всю жизнь работать, копить, собирать ради блага детей. Строить дом двухэтажный, трехэтажный. А потом это будет казино какое-нибудь или притон. А или ребенок спустил все это тем более за два часа на казино и на притон. Понимаете? То есть, ну казалось бы, тогда зачем все это делать? То есть опять в этом, опять нет никакого смысла, да? И вот как раз Эклисиас задает книгу, этот вопрос. Вот дальше, в шестой главе, с десятого стиха. Что существует, тому уже наречено имя. И известно, что это человек. И что он не может припираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? Кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? То есть, в принципе, пишется о том, что человек может только верить. Правда? Только верить и надеяться о том, что будет происходить в будущем. А что здесь под солнцем? Да, ну то под солнцем. Вот однажды мы беседовали с одной женщиной, матерью троих детей. Достаточно обеспеченная семья. Ее муж имел все время хороший бизнес. Они растили троих детей. Обеспечили всем необходимым. Дети получили потрясающее образование. Дети получили, ну, все вообще, что можно было делать. Но сын в тюрьме. Старший. Старший. Второй сын употребляет наркотики. Дочь живет то с одним, то с другим мужчиной. В квартире, которую папа ей купил. Понятно. Муж ее, вот то есть отец этих всех детей, сейчас очень болен, не встает с постели. То есть требуется постоянный уход. Практически средства все, какие они еще остались, заработали, уходят сейчас на лечение. Дети не приходят за мужем. Ухаживает только она и социальный работник, который, ну, поставлен. И у нее возникает вопрос, зачем мы жили? Ну, как бы вопрос... Для чего прошла ее жизнь? То есть они как раз цель, вот и как раз и взяли, построить дом, обеспечить детей, да, там, что, дать образование и так далее. Получается, цель-то вообще в чем? И другая ситуация. Позвонил пожилой мужчина, поделился своей болью. У него любимая жена, любимая мать его детей. Сейчас болеет. Болеет очень сильно, очень сильные боли. Вот. Рядом дети, которые приходят, которые ухаживают за мамой. Понимаете? То есть вот он... Такое было впечатление, что он вот как бы говорит о боли, а он говорит о счастливой семье. И тогда мы задали вопрос. Ну, вот вы сейчас звоните, вас слышат радиослушатели, вот многие будут за вас молиться. Вот самая основная молитва, которую вы хотели вот сейчас вот попросить, чтобы молились за вашу семью. Он говорит, знаете, во-первых, это благодарность за то, что у вас так много любви. А во-вторых, ну пусть будет не так больно моей любимой. Вот, понимаете, вот две семьи, казалось бы. Вот мы смотрим, ну, может быть, по богатству только статусы разные, да? Но согласитесь, вот в другой семье, там была другая цель, другие ценности. И совершенно другое отношение к жизни получается. Такой девиз мы однажды для себя выработали. Ты делай как лучше, Господь сделает как надо. Вот очень важно определить, что же самое лучшее сделать человеку для того, чтобы действительно Господь мог это обратить во благо. Ты делай как лучше, Господь сделает как надо. Молодым говорят, ну, у тебя вся жизнь впереди, что там, еще успеешь, да? А пожилым говорят, да, уже поздно что-то менять в вашей-то жизни. Но, с другой стороны, мы с вами уже часто об этом говорили, что у человека нет прошлого, так сказать. Есть настоящее прошлое, то есть, как он может проанализировать то, как прожил. У него еще нет будущего. Есть только настоящее будущее, он может ожидать, надеяться. Проанализировав прошлое, сделать какие-то уроки для будущего. Настоящее – это действительно миг, раз, и его нет. Вот мы произнесли слово, и нет настоящего. Все, мы пошли дальше. То есть, есть только вот этот вот миг, которым мы сейчас живем. И поэтому никогда не поздно, никогда не рано изменить свою жизнь к лучшему, правда? Настоящее, оно непритяжимо во времени. Это вот миг, вот сегодня, сейчас. Что сейчас происходит? Причем у каждого есть шанс, у каждого есть право изменить свою жизнь к лучшему. Мы уже говорили, что… У каждого есть обязанность такая. Имей память смертную, да, вот говорил святой Августин. Имей память смертную. То есть, каждый миг своей жизни помнить о смерти. Может быть, этот миг последний. Вот этот миг, что приносит нам самим и вообще, людям рядом с нами? Видни-то лукаво. Мы с вами об этом знаем. И вот мы уже читали такое стихотворение «Жизнь в ста словах». Но это стихотворение настолько, будем говорить, емко показывает нашу жизнь с вами. Мы бы хотели сейчас его воспроизвести. «Жизнь в ста словах». Колыбель, пеленки, плач, слово, шаг, простуда, врач, беготня, игрушки, брат, двор, качели, детский сад, школа, двойка, тройка, пять, мяч, подножка, гипс, кровать, драка, кровь, разбитый нос, двор, друзья, тусовка, форс. Институт, весна, кусты, лето, сессия, хвосты, пиво, водка, джинс со льдом, кофе, сессия, диплом, романтизм, любовь, звезда, разговоры, ночь без сна, свадьба, теща, тесть, капкан. Сора, клуб, друзья, стакан, дом, работа, дом, семья, солнце, лето, снег, зима, сын, пеленки, колыбель, стресс, любовница, постель, бизнес, деньги, план, наврал, телевизор, сериал, дача, вишня, кабачки, седина, мигрень, очки, внук, пеленки, колыбель, стресс, давление, постель, сердце, почки, кости, врач, речи, гроб, прощанье, плач. Это все века сотрут. Что же дальше? Божий суд. Я сейчас вспомнила одну из консультаций, тоже мужчина позвонил, прямой эфир, говорит, мне сейчас 43 года, 15 лет я отдал женщину, ради которой я оставил жену, детей. И вот сейчас эта женщина ушла к другому, она меня оставила, я уничтожен. Вот что теперь? Вот, вы знаете, и мы тогда сказали ему, да, вам просто сейчас нужно... Признать перед собой, что 15 лет, последние 15 лет вашей жизни вы просто выбросили. Вы выбросили их под ноги. На ветер. На ветер. И теперь вам нужно действительно понять, что в течение этих 15 лет у вас была атрофирована память смертная. То есть память о будущем. То есть перед этим новый разговор о памяти смертной, то есть он понимал, о чем мы говорили. Она была у вас атрофирована. Сейчас вам вот дается такая возможность ее... Еще не поздно. Реанимировать. Не поздно. Реанимируйте ее. Сколько у вас осталось еще времени? Еще 15 лет? Или два раза по 15 лет? Но теперь извлеките... Извлеките уроки. Уроки. И идите живите в будущее, чтобы последние 15 лет не были брошены вот так вот под ноги, не были брошены на ветер. Мы нацеливаемся на запрос. Человек что сказал? Она меня оставила, я уничтожен. Вот его запрос. Понятно, мы можем говорить о его первой жене, почему он от нее ушел, какой он грешник, почему эта женщина ушла. Да и вообще надо было жениться на другой. И вообще, вы знаете, вы потому что неверующие. Вот он запрос. Если мы с вами будем распыляться, мы не сможем с вами сразу много, так, чтобы человек до него дошло, и он понял. Вот он запрос, вы постарайтесь из этого запроса извлечь, и факта, извлечь то, чтобы человек сделал первый шаг. Сделав первый шаг, перед ним расступится иордан, знаете же Библия, взялся первый шаг, а потом все остальное пойдет. Но если мы сразу будем, знаете, нацеливать на перспективу прошлого, и оценив всю перспективу будущего, мы потеряем настоящее, и человек никогда не делает первый шаг. Поэтому мы не берем сразу широту. Понятно, каждый из вас со своей позиции, своей практики в жизни увидел много всего. И мы увидели много всего. Но вот он запрос, я уничтожен. Нет, ты не уничтожен. Да, это было, но у тебя есть будущее. Прими решение. Ну да, выкини, то прими решение начать новое. Да, да, естественно. А потом уже придется вернуться и в прошлое, и заглянуть в будущее. А, естественно, естественно. Толчем, короче. То есть мы сейчас с вами, как раз видите, вот немножко консультированием занялись. Это замечательно. Просто человек, может, даже так, он звонил, да? Да, позвонил. Может, он звонил в таком состоянии, что я уничтожил. Ну, я уничтожил, понимаете, все. На столе с веревкой. Ему некогда было объяснять. Он сказал, тебе все нормально, давай, давай, на веревку ты снял. Мы не сказали, у тебя все нормально. Мы сказали, у тебя есть проблемы, но думай теперь, как жить дальше, чтобы не было этого, да. То есть, вот понимаете, вот он факт, вот лезвие бритвы в настоящее время. Вот на этом лезвии встаньте с человеком и идите дальше. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok